Приветствую вас, дорогие мои отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю вас с престольным праздником храма, который с Божьей помощью будет здесь возбегнут во имя пророка Божия, крестителя Иоанна. Сегодня мы празднуем его славное Рождество. Этот праздник особенный. Он празднуется два дня, потому что на утренний, на завтрашний день будет также читаться канон святому пророку Божия Иоанна. И мы его с вами прославляем как пророка, пришедшего именно и проповедовавшего Господа Иисуса Христа. Но до него пророки проповедовали пришествие будущего Мессию, а он уже этого Мессия увидел и крестил его. И уже пророк Божий Иоанн исполнял уже служение не просто пророческое, а уже апостольское служение, проповедуя пришедшего в мир Спасителя, Господа Иисуса Христа. И, как мы знаем, он сподобился уже пострадать. Первый пострадал за имя Господа Иисуса Христа, за его проповедь, за проповедь именно Слова Божия. Вот такое бы было чудное житие святого пророка Божия Иоанна. И оно напоминает нам, конечно, и о нашей жизни, и как мы с вами все, без исключения, должны подражать его жизни. А любому святому нужно подражать, каждому святому. Ибо святость заключается в чем? На то, что человек не согрешает, а именно в постоянном стремлении к угождению Бога, и стремлении быть с Богом. Оставление остальных забот на второстепенное, третистепенное. Потому что на первом месте для такого угодника Божия стоит прежде всего это прославление славы Божией. Вот такое служение было у пророка Божия Иоанна. Он прежде всего заботился о славе Божией, о чистоте Божией. И сам являл такую чистоту. Чистоту и телесную, и душевную, и духовную чистоту. А эта чистота как раз и очень актуальна для нашего сегодняшнего мира, для нас с вами. Потому что на многие вещи в нашей жизни мы как-то не обращаем внимания. На свои какие-то личные качества, в отношениях с близкими, просто со знакомыми или с друзьями. Бывает отсутствие у нас чистота мыслей, помыслов и просто общения с людьми. Чистота и проявления твоей жизненной установки. А вот у пророка Божия Иоанна была такая чистота. В чем же это заключалось? Почему он это делал? А потому что у него было только одно – желание быть с Богом и угодить Богу. И он все оставил. До смерти дошел. Мы знаем его кончину, почему он пострадал. Зато пострадал, что именно говорил Слово Божие. А оно бывает не очень-то кому-то приятное. Ведь Слово Божие, как говорит Священное Писание, имеет как меч обоюдострый, разделяющий нас, не оставляющий никакой, как говорится, середины. Или ты это Слово Божие принимаешь, если душа твоя открыта к этому и сердце твое открыто к этому. Или ты его отвергаешь, потому что Слово Божие начинает обличать тебя. А ты с этим обречением не соглашаешься, и что ты начинаешь делать? Защищаться. То есть, наоборот, нападать на это Слово Божие. Поэтому в сегодняшнем мире, как ни странно, мы видим именно множество таких нападок. На Церковь Божия, на священнослужителей, которые там служат, на мирян именно. А нападения бывают различные, как и средства массовой информации, так и явные нападения. Мы знаем, сколько было за это, кажется, мирное время, когда, пожалуйста, можно приходить в Храм Божий. И священникам можно, пожалуйста, свободно проповедовать Слово Божие. Именно во всех направлениях, во всех сферах нашей жизни, мы видим, сколько бывает нетовольства именно тем, что когда именно такая проповедь происходит в той или иной организации, или в том или иной местности, как часто восстают на Слово Божие и на Его служителей, те, кому это Слово как бы доставляет какое-то неудобство. Да, пожалуйста, яркий пример тому строительству храма, именно соборного храма, кафедрального собора в городе Волгограде Александра Невского. 25 лет длились именно всякие переговоры, устроения, чтобы можно было начинать строительство на том месте, где практически на том месте, где стоял собор. Конечно, на этом месте сейчас невозможно строить храм, потому что там находится здание медицинского института Волгоградского. Ломать его, конечно, никто не будет. Но там есть место другое, за трибунной площади. И вот, оказывается, нашлось много людей, которые такое строительство оказалось именно неудобным, неприятным и даже враждебным. Только оказалось множество причин, почему этого не надо делать. Что деньги поступают откуда-то. Зачем тратить деньги на храмы Божии? Давайте потратим их на что-то другое. И находятся объективные причины, положительные причины. Надо больницы строить, надо детские дома строить, надо строить школы. Везде находятся именно такие причины. Зачем строить храмы Божии? А ведь храмы Божии строятся для того, чтобы как можно меньше у нас было детских домов, как можно меньше было у нас исправительных учреждений, как их часто называют, градообразующими учреждениями. А почему их называют такие учреждения градообразующими? Как больницы для людей психически неуравновешенных. Их становится все больше и больше. И денег, которые вкладываются, это тоже все больше и больше. И также тех учреждений, в которых людей отправляют в места не столь отдаленные, тоже, да, их больше тоже надо строить. Но то храмов надо меньше строить. А ведь храмы строятся для того, чтобы подобных учреждений для душевных больных и для людей опасных, как их называют для общества, становилось все меньше и меньше. Людей, чтобы становилось таких все меньше и меньше. А для этого требуется наше с вами духовное, душевное и физическое здравие. А как к нам приходит это духовное, душевное и физическое здравие? Только через нормальный образ жизни. Этот нормальный образ жизни называется православно-христианский образ жизни. Когда есть цель, когда есть именно стремление жить с Богом, угождать Богу и строить свою жизнь именно по Богу. Во всех сферах, во всех деятельностях, в экономике, в государственном устройстве, в политике, в разных сферах нашей жизни. Когда наша именно жизнь устрояется вместе с Богом. Дорогие мои, для этого что нужно прежде всего? Конечно, самое начало установления крепкой семьи. Вот завтра тоже особенный праздник. Память святых благоверных князей Петра и Февронии. Мы в этот день прославляем именно те семьи, те семейные пары, которые проживают свою жизнь и прожили свою жизнь. И вместе, несмотря на какие-то трудности в совместной жизни, они обязательно бывают, потому что люди встречаются разные совершенно. Но вот чтобы вместе жить и вместе существовать, надо, конечно, научиться слушать друг друга. Надо не иметь, как сказал один из современных епископов, чтобы в одной семье не было два магнитофона, которые работают современно в разных, как говорится, направлениях. Один говорит одно, другой говорит другое. Так в современной жизни часто бывает. Именно одна сторона семейная говорит одно, а другая другое. И никто никого не желает слушать. А вот посмотрим пример родителей, святого пророка Божия и Анны Крестителя, святых праведных, Захарий или Советы. В каком именно возрасте Господь им дал ребенка? Уже в престарелом возрасте. А почему Он им дал этого ребеночка? Ведь каждый священник знает, потому что к нему приходят на истину женщины, сделавшие аборты, приходят с ожалением уже. Не могу еще родить детей, говорят, батюшка, я как жалею, что делала такие аборты. Мы к этой теме опять возвращаемся. Вы слышали эту тему именно проповеди отца Михаила. Но эта тема касается особенно сегодняшнего праздника и завтрашнего праздника. И вот как эти женщины приходят и плачут, и говорят, а вот и жалеют об этом, что они совершали такие действия. Но уже сделать практически ничего нельзя. Почему? Здоровье подорвано, сил уже не хватает, и уже невозможно родить ребеночка. А вот родители Иоанна Притеча, ребеночка всегда хотели. И Господь им за это хотение дал. А почему дал? А потому что они были благочестивыми родителями. И испытание, какое Божье было серьезное испытание, многие годы у них не было ребенка. А что это значит для того сообщества, в котором жили Захария или Совета? Это то, что все считали грешными людьми. Значит, вы в чем-то согрешили, если вам Господь не дает ребенка. И вот Господь за их такое благочестие, за их терпение и веру подает им ребенка. И ребенка такого, который является Роком Божиим именно Иоанном. И ведь от какого дерева рождаются добрые плоды? От доброго дерева. И вот от доброго плода, от доброго корени, от добрых родителей родился пророк Божий Иоанн. Это опять к нам с вами именно напутственное слово сегодняшнего праздника. К нам, к людям, живущим в современном мире. Что от нас не требуется каких-то совершенно особенных подвигов. Но от нас требуется свой подвиг проживания в своей семье, в рождении детей, в терпении друг друга. Чтобы разговор между друг другом шел не на разных, как говорится, плоскостях, когда мы друг друга не слышим. А чтобы умели, сумели именно семейная пара друг друга услышать. Наверное, это было. Мы святых праведных захарили советы. Поэтому и они друг друга и любили, друг друга не бросали, не проклинали, а именно прожили свою жизнь благочестно. И окончанием, финалом их жизни было что? Рождение святого дитя. Так что, дорогие мои, от нас тоже очень много зависит. От нашего желания, от нашей веры, от нашей жизни, от нашего покаяния. Вот святой пророк Божий Иоанн, и его зовут еще пророком-учителем покаяния. Ведь покаянию надо тоже учиться, как ни странно. Не просто покаяние, что мы с вами приходим, исповедовались, причащаемся, и на этом заканчивается наше покаяние. Это только начало нашего покаянного пути. Истинное покаяние тогда происходит, когда именно видится и чувствуется в нас некое доброе изменение к лучшему. Вот тогда есть покаяние. А если покаяние ложное, то изменения с нами никакого не происходят. Поэтому, дорогие мои, мы можем сами установить себе такой барометр, к лучшему ли мы исправляемся или к худшему. Стараемся ли мы себя исправить или не стараемся. Это, дорогие мои, все с вами зависит от нас. Поэтому я вам желаю сегодняшний праздник, особенно актуальный праздник, и завтра праздник актуальный, потому что именно как мы бы ни говорили, а основа всего, да, именно нормального сообщества является, что крепкое, именно семейное установление, на крепких основах, нравственных, душевных, духовных основах. Вот наши основы нашей нормальной, добропорядочной жизни. Поэтому, дорогие мои, нам нужно к этому стремиться. Именно прежде всего в себя, чтобы именно в нашей семье мы могли услышать свою другую половину, которая нам что-то говорит, которая тоже что-то же хочет услышать от нас доброе, которое не хочет видеть нас в только именно особь такого пола, а чтобы мы чувствовали, что с нами рядом находится человек с его, как и положительными, так с его и с не очень положительными качествами. Это цельная личность. И мы должны принимать таких людей, быть вместе с ними, потому что такое соединение нам кто даровал? Господь Иисус Христос. Вот, дорогие мои, поэтому желаю вам научиться друг друга слышать, слышать себя, слышать свою ближайшую половину, слышать своих детей, слышать и понимать их. Об этом учит нас сегодняшний праздник, об этом нам подсказывают именно те события, которые происходят в жизни таких благочестивых людей, таких благочестивых семейных пар. Поэтому молитесь об этом. С чего мы должны начинать? С молитвы. Просите об этом. Устроение, как крепкой нашей семьи, крепкой семьи наших детей, с рождением каждого ребенка, как установление нормальной жизни наших детей, об этом мы должны просить Бога. Если нам не хватает мужества, смелости, не хватает сил, пока разум не хватает, поэтому мы должны об этом просить у нашего Господа и Иисуса Христа и у тех святых, которые сподобились прожить такую жизнь. Я вам этого желаю, дорогие мои, за молитвы Святого Пророка Божия, Крестителя Иоанна, пусть к лучшему устрояется ваша жизнь и наша жизнь в целом. Аминь. Господь к вам. Продолжение следует...